итак друзья всем привет сейчас раннее утро приехал на пасеку затопил печку но сейчас продолжим наше видео сейчас будет вторая часть по изготовлению наших ульев из двп спинопаста внутри итак друзья хотел бы я вам сказать сколько уходит материала на наши улья в этом году я уже говорил мы делаем 60 ульев я купил пенопласт для наших ульев на 60 ульев не понадобится пенопласту 13 вот таких листов пенопласт стройка длина 2 метра на 1 метр далее донья у меня будут сбит я купил 6 листов так как из одного листа 12 миллиметрового у меня получается 10 донев далее купил более тонкого usb 9 миллиметровые из него я буду делать наши крышки купил 8 листов сколько я купил двп двп я купил 17 листов и если делать вот такие вот стыки в дальнейшем вот такие вот потому что отходы есть при резке то 17 листов хватит если делать такие стыки если не хотите делать такие стыки берите 18 листов это на 60 ульев а так то сколько будет делать ульев вкратце можете посчитать сами сколько вам нужно купить материала ну конечно еще расходный материал это будут будет клей моем случае я забиваю скобы 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 отдельно покупал скобы использую при забивании на 19 их вполне достаточно итак друзья размеры наших брусков бруски напилил трех видов брусок для боковых щитов длиной 51 с половиной ну а брусок передней и задней стенки будет ровно 45 как вы все знаете да да 45 внутри сантиметров и третий брусок будет в моем случае самый маленький брусок 6 половиной в итоге друзья я даю размеры своего улья а вам делать самим вы сами уже думаете какой вам делать щит я щит делаю длиной чтобы у меня получился 31 сантиметр а так по идее нужно делать 30 сантиметров корпус если кто будет пользоваться вторыми корпусами то делайте сразу до 30 но я делаю 31 это для удобства не в дальнейшем потому что днище у меня будет опять же сделано из такого же вот бруска он 2 и 2 сантиметра и плюс 31 здесь подрамочно прославляться у нашего корпуса будет у меня еще один сантиметра в итоге подрамочное пространство я имею 3 сантиметра чуть побольше 32 если быть более точным это в додановском корпусе так как я буду использовать дальнейшем не корпуса магазины то я делаю щиты на 31 это я делаю в своем случае все три вида брусков 51 с половиной 45 сантиметров и 6 половиной маленький брусок и так вы считаем вот этих вот для боковых щитов вот этих брусков на 60 ульев ну я уже подсчитал мне нужно напилить 240 ну и додановских тоже самое получается 240 ну а вот этих перемычек в каждом щите идет по три только исключение передняя стенка здесь идет два бруска по центру так как здесь будут у меня высверливаться дальнейшем верхний леток а так друзья считайте умножайте кто сколько было делать ульев мне трудно сосчитать сколько напилить заранее уже брусков сейчас я друзья покажу как собирать наши щиты для этого нужно конечно лучше всего использовать кондуктор как его я сделал обратно я вам сейчас покажу зная размеры своих брусков здесь я использую лучше всего использовать толстого от этого дерева плита имею вот такие вот обрезки насверлил дырочек это обязательно иначе будем когда шурупить без дырочек и и просто раскалывает этот брусок ну здесь видно я прочертил угол ровный 90 градусов круговую полностью размеры свои я уже русского знаю и пришурупил вот эти вот остатки их брусочков вы получили наружную оправку нашего щита далее друзья берем наш брусок отпиленный но это у нас на 52 брусок все на 51 с половиной брусок мы его прикладываем и фиксируем вот этими вот держателями с двух сторон здесь вы пришурупливаем то же самое мы пришурупливаем нижний брусок вот так вот чтобы у нас он не туда не сдвигался вот это самое главное ну и понятно тоже самое делается здесь пришурупливаем наши маленькие уже брусочки такими уже держать держателями и что у нас получается сейчас я вам покажу готовый уже кондуктор утром я задней стенки он у меня универсальный когда вот эти вот я перешуруплю немножко в сторону планочки уже здесь вставляю два бруска вот уже вот таким образом это уже вот кондуктор передней стенки но сейчас у меня здесь сделано таким образом что это задняя стенка вкратце я так немножко показываю вот допустим брусок один заложили и здесь уже получается уже под по центру у нас другой год брусок тоже вот притянутый вот и все вот уже я показал вот брусочки вот эти вот подтягивает все это так вставляется наверх потом ложится есть никогда все это заложили положим лист dvp промеряем чтобы все углы ровно у нас были ничто не выпирала самое главное если где-то выпирает и dvp лучше его сразу подрезать далее я проклеиваю клеем пэва ну кто каким пользуется по дереву клей ложим и приколачиваем первый на снизу лист dvp дальнейшем мы получаем вот такой лист уже готовый осталось нам сейчас заложить сюда пенопласт и приколотить второй лист уже dvp но это тоже приколачиваться второй лист тоже в оправке ну вот это у нас оправка для второго листа получается сюда мы плотно загоняем для чего делаем вторую оправку иначе если не делать то вот эти брусочки они бывают отходят в сторону не есть хорошо а здесь брусочек поджиматься и все получается очень даже хорошо и ровно итак друзья хотел бы показать как мы режем dvp dvp мы отчертили полностью один лист по размерам наших боковых щитов как мы делаем дальше далее я положу здесь три листа зажимая струбцинами прежде чем зажать струбцинами но эти все три листа полностью в круговую вложим очень ровно когда положили ровно все три листа зажимая струбцинами и сделал еще пару приспособлений таких вот досочек зажал шурупами внизу доска сверху и чтоб у нас листы не сдвигались листы положил вот на такие подставки поставки ставим таким образом чтобы при пилении нам по этим подставкам не проехать нашей пилой делаем один пропил по нашей разметки и оставшиеся вот эти вот три листа зажатые струбцинами мы уже режем по размерам на нашей пиле это уже здесь вот разрез за dvp на нужные куски струбцин и перекручиваю обратно сюда к этим листам эти доски сдвигаю задней стороне и вот так мы режем dvp для наших будущих ульев и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вверху делаем черту для удобства Ну и сейчас мы, чтобы плотно принял наш лист ДВП, проклеиваем мы его по брускам, клей наносим по брускам Клей по дереву, называется столер Ну кто каким пользуется, мы пользуемся таким Вот и клей ПВА, наверное, еще называют его Далее приложили и простреливаем степлером Скобы применяем на 19 Их вполне достаточно Чтобы лист не уводила, мы по всем углам пробили Здесь сделали вот сейчас метку У нас тут был отлеток И чтобы там у нас не было железных Потому что будем потом стреливать дыру на 25 диаметров Для нашего листка Ну вот и все Щит у нас готов Все, друзья, приступаем к следующим нашим щитам Вот это у нас большая стопа Здесь 60 щитов задней стенки А вот эта стопа у нас сейчас мы делаем Это щиты передней стенки Здесь у нас будет высверливаться Леток верхнего летка Еще, друзья, по этим щитам хотел уделить внимание Вот этот щит передней стенки и задней стенки Там лист ДВП один должен выпирать наружу Это у нас щит боковой И вот это ДВП должно у нас вот так вот таким вот образом Перекрывать как бы Внахлёст вот приколачиваться к боковой стенке Учтите, друзья, вот этот размер Здесь понятно, вот ДВП идет 45 Внутренняя сторона А наружная Высчитываете 3 см будет брусок И плюс ДВП по 3,2 мм И еще такой нюанс Когда приколачиваете первую, допустим Первый лист ДВП Это к передней и задней стенке Не забываем, что у нас вот здесь Врезаться еще и паз Так что наши скобы заколачивайте Где-то полтора сантиметра ниже Иначе вы будете выбирать паз И вы просто-напросто по этим скобам Своей пилой пройдетесь Вот этот нюанс Не забываем Так как плечики для рамочек Должны где-то у нас размещаться На этом щите Ну, как-то так, друзья Итак, друзья, если где-то что-то я упустил Спрашивайте, пишите комментарии Я постараюсь ответить в следующем видео На данный момент я свой видеоролик По изготовлению щитов заканчиваю В дальнейшем мы будем делать уже донья, крышки Ну, там по порядку, в общем, не все сразу Постепенно я постараюсь все выложить, рассказать А так, друзья, кто не подписался на мой канал Подписывайтесь Кому понравилось видео, естественно, ставьте лайки Всем, друзья, пока и в новых встреч Всем удачи, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok